Стоит отметить, что это не единственная функция, которая пытается решить проблему затухающего градиента. Есть еще функция, которая называется ELU, Exponential Linear Unit, и она выглядит следующим образом. Когда x больше 0, она выдает x, а когда x меньше либо равен 0, эта функция выдает e в степени x минус 1. Выглядит это примерно так. Когда x больше 0, это линейная функция, а когда x меньше 0, это вот такая экспоненциально затухающая функция, и ее минимальное значение будет равно минус 1. Вот в этом случае, в случае функции активации ELU, у нас затухание градиента происходит при достаточно больших отрицательных значениях. Во всех остальных случаях у нас все-таки через ELU что-то протекает, какой-то градиент протекает к более глубоким слоям. Соответственно, вот эта функция активации решает еще чуть-чуть побольше нашу проблему затухающего градиента. Есть еще одна функция, которая называется Leaky Relu. Идея этой функции заключается в том, что давайте, когда у нас x меньше 0, мы будем не 0 выдавать, а какой-то небольшой коэффициент α, умноженный на x. То есть функция будет выглядеть следующим образом. При x больше 0, это, как всегда, прямая, а при x меньше 0, это прямая, но с меньшим углом наклона. Например, с α равным 0.1. Вот такая функция активации еще немножко решает проблему затухающего градиента. И напоследок есть еще одна функция, которая называется силу, и ее идея заключается в том, что в ней есть обучаемый параметр. Это вот этот вот параметр α. То есть когда x больше 0, у нас, как всегда, здесь получается обычная линейная функция, а когда x меньше 0, вот здесь может быть любая экспонента. Причем этот α мы обучаем. Вот такие есть варианты решения проблемы затухающего градиента при помощи функции активации. В AlexNet используется Relu вместо тангенса гиперболического, который использовался в сети LENET. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова